Здравствуйте, это канал Чернецкий ТВ. У нас первая распаковка на канале. Давно уже вы, как бы у нас, я уже говорил в видео на канале, что компьютер старый, никак мы не абагодируемся. И вот 11-го, 11-го 2021-го года, наконец-то, не знаю, правда, посылка только пришла. Кстати, самая быстрая посылка, которая приходила с Алиэкспресс, пришла она, получается, за 11 дней. Сегодня 19-го, 22-е, 11-е. 11-го, 11-го я его заказал. Это ноутбук. Получается, думал сначала, что системный блок, да последняя была корзина забита системным блоком, но в итоге купил все-таки ноутбук. Здесь внутри анг, получается, у нее процессор уже 2021 года, Socket Lake, причем он десктопный. Это фирма Hasi у нас, а внутри у нас GeForce 3060. Тоже, в принципе, неплохая видеокарта. По системному блоку, если заказывать, я думал, как бы, да, на серверной материнской плате Huanan, она называется, да, но многие собирают на ней сборки, минус какой у нас, получается, бэушный процессор там шел и бэушная видеокарта. Я до последнего думал, его и не его, и в итоге все-таки вот заказал ноутбук. Будем надеяться, мы не прогадали. Видео снимаем не только в рамках распаковки, но и в целях, как бы, подстраховки вдруг что-то не то. Ну, коробка вот такого плана у нас пришла. Есть, как бы, небольшие вот в этом месте пробои, но я так понимаю, что там еще, как бы, одна коробка. Это транспортировочный, а вот это еще вот пробой был, сейчас я скажу. Вот он еще пробой в одном месте. Вот так вот, если посмотреть. Вот, не будем ходить вокруг да около, давайте открывать. Все скотчи фирмы Хоси на месте, ничего здесь, как бы, не тронуто, никаких вот нету. Мы первый раз его вскрываем, как есть, вот при вас. И посмотрим. Давайте вот отсюда начнем. Китайскую коробку открываем китайским ножом. Не знаю, как, что, как будет, какие будут температуры. Сегодня в видео просто снимем распаковку. И попробуем, может быть, зайдем в BIOS, попробуем первое включение. Он пришел еще днем, поэтому опасаться, что там какие-то перепады температуры. Хотя на улице у нас сегодня подморозило. Но опасаться за перепады температуры, ну, можно за это, в принципе, не опасаться. Так, еще вытаскиваем, как-то, не полностью ее распакуем. Давайте полностью ее бахнем, наверное. Так, вот такая у нас вторая коробка, будем надеяться, она целая. Так это убираем. Ну, вот уже получается, это заводская у нас упаковка. Ручечка. Все целое. Никаких здесь скотч на месте. Здесь вот фирменная наклейка ХС на месте. Что, вскрываем? Момент истины. На самом деле, я думаю, что все должно быть хорошо. Потому что их уже с России много заказывал. Самое интересное, что я его хотел до последнего заказать. Его не было в продаже на территории Российской Федерации. Он продавался только для Польши. И уже началась распродажа. 11-11 обед. Я уже думаю, ну все, буду заказывать системный блок с этой серверной карты. И написал продавцу, сказал, можно ли заказать для России. Он сказал, да можно. Я ему прикрепил скрин экрана. Что невозможно сделать на Российской Федерации заказ. И в итоге он мне написал, можно сделать заказ. Я так удивился. Захожу и, правда, заказ стал активным. И поэтому, кто хочет заказать вот этот ноутбук, то обязательно, как бы, если даже нет доставки на Россию, то пишите продавцу, он вам откроет. Нашел за 11 дней. Из города Климовска. Курьерская служба. Дипеди называется. 11 дней. Так, смотрите. Я уже распаковал. Вот у нас внутри. Это, я так понимаю, зарядное устройство. Довольно-таки тяжелое. И еще что-то тут. А, здесь аккумулятор. Так, у нас вот оно, зарядное устройство. Так. Не знаю пока. Сколько? А, 230 ватт идет. Ну, такой килограммчик, наверное, и есть. Так, дальше. У нас, это, соответственно, для зарядного устройства, кабель для розетки. Ну, стандартный, как на обычных системных блоках. А это, по всей видимости, у нас аккумулятор. Аккумулятор, емкость. Емкость. Не знаю, какая емкость. 56 что-то идет. А, ну вот, 5040 миллиампер. Можете вот посмотреть. Вот на емкость аккумулятора. Так. Аккумулятор уложим рядом. Зарядочку тоже. Тут вот недалеко уберем. Так, ну и сам ноутбук. Посмотрим, насколько он у нас большой. Я даже, честно говоря, прям ни разу... Сколько смотрел, ездил и в МВидео, ноутбуки 17-15 дюймовые. Но здесь вот по заявленным, как бы, характеристикам он 16-дюймовый идет. Я все думаю, большой будет, маленький. У меня вообще на системном блоке монитор 22 дюйма. Ну, такой я вам на первый скажу, что, как бы, он такой еще, что не маленький. Так, коробка нам больше не нужна. Откладываем ее в сторону. Здесь у нас такие вот уплотнители. Продавец положил нам наклейку на клавиатуру. Клавиатура у нас полностью английская. Я, в принципе, и на английской, и на русской раскладке могу работать, как бы, без... Несмотря на клавиатуру, да? Ну, не знаю, пригодится, не пригодится. Еще здесь, смотрите, есть термопаста, я так понимаю. Или сейчас, вот, может быть, уже это даже не термопаста, а жидкий металл. Кто разбирается, может, напишите. Я тут, как загуглить-то, можно будет посмотреть. Может быть, со временем делать обслуживание для... Написано в ВИЧ... Не знаю, вот как. Либо термопаста, либо это жидкий металл. Ну-ка, мне кажется, это термопаста обычная. Да, это термопаста. У меня, в принципе, термопаста есть. Я частенько заказывал на системный блок свой, апгрейдировал. Да, 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 по возможности. Так, эта затычка у нас, получается, для SD-карты просто как бы заглушечка идет. И у нас еще болты в комплекте идут для крепления SS2-M2 накопителей. Вот такого рода я так... Пока они нам не пригодятся, потому что здесь в комплекте идет у нас M2 накопитель на 512 гигабайт. Я смотрел, как бы, нашел одно видео. Не знаю, от него это не от него. Разборку его... У него должно быть два слота для M2 накопителей SSD и один под 2,5 дюйма. В перспективе хотелось бы сделать под Windows отдельный накопитель под программы. Под игры второй накопитель будет идти и третий накопитель для софт, для, может быть, файлового хранилища такое небольшое у нас будет. Но это все со временем. Посмотрим. Насчет еще Windows сюда установить, все попробуем. Так, момент истины. Открываем. Открываем первое открытие ноутбука у нас. Сверху у нас идет пленочка. Я не знаю даже прям как открывать. Пока посмотрим его со всех сторон. Спереди, снизу. Ну, в принципе, это та вот распаковка, которую я смотрел. Мне что понравилось, здесь очень хорошая система охлаждения. Медные трубки. Потом уже я вам открою нижнюю крышу, посмотрим с вами все вместе, как, чего здесь обстоит. Ну, вот здесь вот две турбины идут. Есть как бы на AliExpress ноутбук MSI. Довольно-таки дешевый, на 16.50 в видеокарте. Мне что не понравилось при разборке, я смотрел, был один кулер всего. И постоянно у людей проблемы с перегревом. Здесь довольно-таки он толстый для ноутбука. Но, сразу же оговоримся, здесь идет десктопный процессор. То есть, его можно со временем, при желании поменять. Это вот китайцы, молодцы, первая фирма, которая это сделала. Общее впечатление, вот на мой взгляд, это никакой не ношеный продукт. Ну, если так можно выразиться. То есть, ну, может быть, вдруг каким-то образом это был кто-то там. Потому что доставка очень быстрая для ноутбука. Обычно они приходят из Китая. За один из дней, по-любому, он здесь был на складе у фирмы. Либо у AliExpress на складе хранился, либо у фирмы на складе хранился. Вот. Поэтому, как бы, очень всего много хочется вам рассказать про него. Но, давайте, как бы, сначала по бокам посмотрим, все ли у нас. Единственное, я вот, конечно, хотел, чтобы на задней крышке был разъем заряда. Он находится у нас вот здесь. Разъем заряда, интернет. Это два новых разъема, я так понимаю. Они вот Type-C, да, получается. Это USB 3.0, HDMI. А это, по ходу дела, новый, как называют, дисплей-порт, что ли. Давайте откроем первое открытие крышечки. Посмотрим, как оно там. Так, крышка открывает у нас спокойно, без усилий. Здесь полноценная клавиатура. Идет, то есть, как на десктопных и цифровой, как бы, цифер была. Да, циферки есть. Вот, надо все будет нам устанавливать. RTX 3060, повторюсь, у нас видеокарта, процессор Intel. Так, давайте, наверное, попробуем вот этот чехольчик с ними. Посмотрим матрицу. Так, пока хотя бы визуально. Визуально я пока ничего такого критичного не вижу. Вообще ничего не вижу. Новый продукт. Все целенько, хорошенько. Давайте установим аккумулятор и сделаем первое включение. Хотя бы до BIOS-а, да? Так. Я так не знаю, заряженного у нас нет. Так, здесь у нас замочек закрываем, чтобы он, не дай бог, самопроизвольно у нас не открылся. Так, не знаю, заряжен, не заряжен. Давайте на всякий пожарный случай мы его подключим к зарядному. Заодно и протестируем зарядку. Сейчас мы размотаем здесь. Так, самое главное. По цене. Продавался он на 11.11. Цена была его 79.990. Я нашел в интернете, как это называется, код для скидки. Ввел его, и там максимальная скидка прогрузилась. 26700 обошелся он мне, получается, 73300. Я считаю, за 73 тысячи новый аппарат с такой начинкой технической найти нереально. А уж собрать что-то аналогичное на железе. Ну, я рассматриваю сейчас новое железо, не БУ. Потому что все, что мы собираем с Алиэкспресса, это надо понимать, что видеокарт, скорее всего, придет после майнинга. И долго она у нас может не проработать. Поэтому надо стараться. Компьютер покупаем мы редко. Они сейчас очень быстро у нас совершенствуются. Очень быстро они у нас выходят из моды. Каждый год пускаются новые видеокарты. Поэтому надо по максимуму покупать новые. Так, у нас пока индикация появилась. Зарядки. Давайте попробуем. Вот у нас кнопочка включения. Первый запуск. Может быть, он, конечно, еще у нас подсевший и может не включиться. Так, кнопочка загорелась. Пока реакции нет. У меня клавиатура загорелась. Но первое включение, оно быстро, скорее всего, это и не будет. Так. Ну, показывает у нас, что у нас нет жесткого диска. Но что-то быстро прошло биос-загрузка. Давайте попробуем зайти в биос. А, какой навороченный биос. У меня такого не было. Континиумы. Так. Сетап утилиты. Enter. Bot files. Время у нас стоит. Два часа. Ну, так, в принципе, вот пока на первый этап все включилось у нас. Посмотрим, какие есть утилиты. Смотрите, вот о чем я говорил. Процессор у нас идет Intel Core i5-11400 без приставки H. То бишь, это десктопный процессор. Его уже мы как бы можем видеть. Даже через диагностику биоса он виден у нас. Вот, в принципе, на этом, наверное, будем заканчивать наше первое видео. Второе видео я уже сниму вам с него. Может быть, установлю все драйвера. Продавец сдал все ссылки на драйвера. Установлю Windows. И уже тогда посмотрим, как он в играх. Как он в целом себя ведет. Вот сейчас, вот на данный этап он включил. Я вообще его не слышу. То есть, не слышно никакого. Конечно, понятно, сейчас нагрузки никакой нет. Это просто прошла базовая проверка технического начинки. Но факт то, что если ноутбук включился, это значит, уже никаких ошибок у нас не было. Звуковых зуммеров у нас не выскакивал. Соответственно, вся техническая часть у него работает на текущий момент. Будем надеяться, как в тестах. Стресс-тест я особо не люблю. Но Аиду в любом случае погоняем стресс-тест стабильности по всем и по видеокарте. Посмотрим температуры. И сниму вам несколько игр. Ну, как бы пакет. У меня игры все старые. Даже для такой машины, как говорится, игр атрибутальных нет. Ну, попробуем, может быть, Quake Champions. Потому что она у меня постоянно тормозила на старом компьютере. И я в нее толком поиграть не мог. Потому что были довольно-таки серьезные тормоза. Вот. Я на текущий момент доволен. Ноутбук, на мой взгляд, никаких претензий, ничего нет. С моей стороны. Будем надеяться, что в дальнейшем все пойдет еще и еще лучше. Все будет у нас хорошо. Так что тем, кто рассматривает для себя апгрейд компьютера, подумайте 300 раз, 400 раз. Пересчитайте, насколько это будет рентабельно. Потому что уже очень технологии шагнули далеко вперед. Ноутбуки раньше не соперничали, конечно, с системными блоками. Они сейчас не соперничают. Потому что для ноутбуков идет довольно-таки другое железо. Несколько. Но, как видите, мы уже видим реально живой образец с десктопным процессором. Это уже у нас очень хорошая вещь для ноутбуков. Потому что все всегда упирались в ноутбуках. Невозможность апгрейда, помимо оперативной памяти, расширения емкости жестких дисков, больше особо вариантов для развития не было. Либо перепайки. Но это уже не для нас. Вот. Все. Это наша... Не обессудьте. Это первая распаковка моя. Я до этого видео никакие не снимал. Сильно не ругайте. Будете ругать, мы отключим комментарии. Вот. Так что следующие все игры будут выходить с этого ноутбука у нас. Все. Будем снимать с него. Ну и еще обязательно снимем на него обзорчики. Кому было интересно, пишите, какие вопросы. Кто хочет какие игры на нем посмотреть, как идут. Но вот как бы то, что в голове было, все вопросы вам рассказал. Если у кого-то будут отдельные вопросы, пишите под видео. Я в следующем постараюсь все вам разложить, рассказать. Все. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо за просмотр. Всем всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok